Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Совсем недавно рынок находился в жуткой коррекции, которую все воспринимали как конец бычьего рынка из-за страшных новостей, в том числе о налогах Байдена. Я снимал видео на эту тему, в котором предупредил о том, что это была манипуляция с целью избавить холдеров от их криптовалютных запасов. Также мы несколько раз обсуждали падение доминирования биткоина до отметок трехлетних минимумов и что это означает скорый подъем эфириума и всех остальных альткоинов. Сегодня мы поговорим, что случится с эфириумом после запуска обновления под названием Лондон уже в следующие несколько месяцев. Это обновление можно назвать чуть ли не важнейшим в истории эфира. Лондон принесет изменения не только фундаментальные в токеномике, но и технически решит комиссионный кризис, который переживает вторая по величине криптовалюта на рынке. Кроме этого я расскажу тебе, почему достижение эфириумом новых исторических пиков сегодня это всего лишь начало истории того, как эфир будет одним из доминирующих активов в мире криптовалюты. И если это звучит интересно, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты тут впервые. Мы уже преодолели отметку в 134 тысячи криптоманьяков. Также не забывай о том, что в комментариях орудуют мошенники от моего имени. Не понимаю, почему ютуб их не отправляет в спам, это прямо беда какая-то. Не отдавай никому свои деньги, даже если этот кто-то притворяется мной. Если по твоим комментариям богатейший Ди пишет номер ватсап, то это не я, это мошенники. 24 февраля 2021 года я написал этот пост в Телеграме, кстати ссылка на него в описании. В нем я поделился решением вкладывать прибыли своего онлайн бизнеса в эфир. С тех пор каждый месяц я делаю именно это. И делаю это потому, что верю, что после биткоина институциональные инвесторы переключатся на эфириум. Многие из них все еще не узнали о том, что такое эфир на самом деле. С принятием биткоина в качестве резервного актива некоторыми компаниями настроение крупных денег заметно изменяется по сравнению с тем, что они говорили в прошлые годы. Мир вот-вот готов узнать, что эфир тоже является неплохим способом переждать инфляционную бурю. Но также эфириум это основа для будущего децентрализованного финансового, страхового, медицинского и так далее мира. И вот почему финансовые организации начинают обращать свое внимание на эфир. Например, недавно компания Ротшильдов купила эфир. А теперь вспомни, как биткоин превратился в триллионный актив. Как раз потому, что интерес к нему со стороны финансовых организаций взлетел. То же самое мы увидим в случае с эфиром. Сантьяго Сантос, генеральный партнер Parafi Capital, пишет «Я неоднократно беседовал с представителями крупных тех фондов, которые заинтересованы в криптовалюте. Пока что большинство из них начинает понимать эфириум и его центральную роль в цифровой децентрализованной экономике. Биткоин же они даже не рассматривают». В дополнение к этому посту он также добавляет следующее «Не являюсь эфириумом-максималистом или биткоин-максималистом. Просто нахожу этот факт интересным, так как год назад эти разговоры шли преимущественно вокруг биткоина. А теперь некоторые начинают переходить на эфир, по большей части из-за роста DeFi. А это первый способ применения эфира. То, что делает эфир, это не просто дает инструменты для пассивного дохода, но и привлекает крупные финансовые организации мира. Что я имею в виду? Чем больше у вас денег, тем больше вас интересует даже самая минимальная разница в процентной доходности. Я сейчас говорю о мультитриллионных капиталах, для которых даже 2% доходности уже играет роль. Кроме этого, таким капиталам нужны активы, из которых и в которые можно легко и быстро выйти и зайти. Рынок недвижимости, например, не относится к таким активам, а вот эфириум очень даже. Поэтому иметь хороший процент в таком активе для мультитриллионных компаний – это то, что доктор прописал. Об этом, кстати, говорит и следующее исследование от WiseCrypt, по результатам которого они сделали вывод. Эфириум станет следующим, кто привлечет внимание крупных организаций и корпораций. Кроме этого, хочу показать тебе этот график. Это график пользователей MetaMask, который показывает рост до 5 миллионов юзеров в месяц. Это означает, что все больше пользователей приходят и пользуются эфиром. Кстати, тут вспоминается то самое сотрудничество Cardano и Эфиопии, которая после запуска смарт-контрактов в сети Cardano этим летом добавит 5 миллионов пользователей ада в этой стране. Так что вскользь упомяну, я уверен, что будущее Cardano тоже будет светлым. Но вернемся к этому графику. Он показывает также и то, что количество пользователей эфира растет параболически. Значит, эфир представляется чем-то ценным не только из-за функционала или фундаментала, а потому что он обладает крупнейшим сообществом разработчиков, а его пользователей с каждым месяцем становится больше, причем в разы. Но самое главное не только привлечь пользователей, но и задержать их у себя. Я это знаю не понаслышке, ведь развиваю свой собственный онлайн-бизнес. Кстати, ссылка на него будет в описании. Самое важное для эфира удержать пользовательскую базу. И вот почему обновление Лондона, о котором я упоминал в начале видео, так важно. Мы поговорим о нем более подробно позже. Хочу также показать этот твит от M.Hankasala. Он поделился графиком, который показывает количество эфиров, залоченных в стекинге Ethereum 2.0. На данный момент это чуть более 4 миллионов монет или же 3,5% от всего предложения эфиров. И это составляет 11 миллиардов долларов по актуальному курсу. Как мы видим, это количество постоянно растет. Чем больше людей лочит свои эфиры в этом контракте, тем более дефицитным становится предложение эфириума. Кроме этого, растущий график указывает на то, что люди верят в эфириум 2.0, что очень важно. И даже без грядущих обновлений, которые будут направлены в том числе и на сжигание монет, мы уже понимаем. Политика эфира направлена на дефляционное перепрограммирование в будущем, что тоже очень хорошо для его цены. Ты же понимаешь, что чем больше эфиров залочено в DeFi и стекинге, тем он дефицитнее. И кроме этого, после запуска всех остальных обновлений он станет еще более дефицитным. Твит от пользователя Энтони Сосана. Он пишет, обновление EIP 1559 для основной сети эфира уже в пути. 8 августа 2018 Виталик Бутерин опубликовал белую бумагу проекта. 7 ноября 2018 он же описал проблему рыночных комиссий. 13 апреля 2019 описаны спецификации обновления EIP 1559. И уже 14 июля 2021 это обновление будет запущено. Как мы видим, работа эта занимает не один год. Ну а как иначе, если мы хотим видеть качественный и, главное, работающий продукт? Давай же пройдемся по этому обновлению и подумаем, чего нам ожидать от него. Итак, 14 июля запланирован выход обновления EIP 1559. Но кроме него мы поговорим еще о двух, которые с ним связаны. Об этом обновлении я уже не раз упоминал на своем канале. Но для тех, кто не знает о том, что это такое и что оно делает, очень быстро и кратко изложу. Вот что делает это обновление. Два самых основных последствия. Вместо комиссий будет две платы. Одна называется базовой, а вторая платой майнером. Базовая будет сжигаться, а плата майнером, понятное дело, уходит майнером. И второе последствие для размеров блоков, которые смогут изменяться, увеличиваться или уменьшаться. В соответствии с состоянием основной сети эфириума. Это обновление всколыхнуло сообщество, а особенно майнеров. Ведь EIP-1559 может уменьшить вознаграждение за POV-майнинг, Proof-of-work-майнинг. Дело в том, что в сети эфириума кормить майнеров, по идее, должны не комиссионные за транзакции, а награда за блок. И та комиссионная атмосфера, которая сложилась сейчас, никак не совмещается с тем, куда направляется эфир и чем он должен быть. По факту, та комиссионная структура, которую мы наблюдаем сегодня, приводит только к негативным последствиям для сети. Но это уже тема для другого видео. Само по себе это обновление не обязательно уменьшит комиссионные, но будет сжигать базовую плату. Что приведет к более дружелюбному опыту пользователя с большинством эфириум кошельков. Очень сложные спецификации, для понимания которых необходим анализ и время. Но самое главное, что ты должен знать об этом обновлении, это то, что каждая транзакция эфира после него будет уменьшать предложение эфира. И это очень хорошо для эфира и его холдеров. Сейчас эфириум имеет инфляционную природу, но она станет дефляционной. Что означает, что со временем эфиров будет все меньше и меньше. При остающемся или растущем спросе цена каждого эфира, понятное дело, будет ползти вверх. А мы уже сегодня рассматривали графики, которые показывают увеличивающийся спрос на эфириум. Невероятная комбинация на самом деле. Для меня это элементарный ответ на вопрос, будет ли эфир расти в будущем. Это будет заложено в нем чисто фундаментально. Но кроме этого, цель еще заключается и в том, чтобы пользователь платил меньше комиссий в газе в сети эфириума. В дополнение к EIP 1559 в комплекте идет еще одно обновление 3368, направленное на удовлетворение нужд майнеров. Если интересно, можешь поставить видео на паузу и прочитать, что оно делает. Это не столь важно, как следующее обновление, которое я хочу тебе показать. Это обновление EIP 3238, которое будет запущено во втором квартале 2022. Это обновление для эфира носит название «Бомба сложности». Оно ускорит переход эфира с консенсуса Proof of Work на Proof of Stake. Все его существование направлено на то, чтобы майнеры перешли на новую модель существования. Его называют еще и ледниковым периодом. Обновление будет запущено приблизительно через 10 месяцев. В какой-то момент на каком-то блоке в блокчейне эфира ледниковый период щелкнет, и сложность добычи эфира зашкалит в небеса. Это приведет к тому, что стоимость майнинга эфириума станет безумно дорогой. Вот откуда название «Бомба сложности». Она просто взорвется однажды, и майнить эфир станет очень-очень дорого. Это заставит большинство майнеров на консенсусе Proof of Work прекратить заниматься этим делом и перейти на другой способ добычи эфира – стекинг на консенсусе Proof of Stake. Это означает, что единственным способом оставаться майнером эфириума будет запуск своей собственной ноды – валидатора или стекинга, а для этого нужно иметь минимум 32 монеты эфира. Конечно же, существуют и пулы, которые предлагают стейкать эфир и не имея 32 монет. Подводя итог, это обновление направлено на то, чтобы фактически заставить людей перейти на новую модель работы эфириума. Мне оно нравится тем, что показывает в сети эфира главные, не майнеры. У руля находится сообщество пользователей, как и должно быть. Самое забавное, что все, о чем мы сегодня говорили, даже еще не отобразилось на цене. А эфир уже стоил 3200 долларов сегодня. Итак, изменения токеномики, комиссионной политики, решения второго уровня, роллапы, шардинг, масштабируемость, сжигание токенов, стейкинг и так далее и тому подобное – все это приводит к увеличению способов использования и ценностей эфириума. И все это вместе создает накопительный эффект, который приводит к росту цены на длинной дистанции. И поэтому я уверен, 3000 долларов для эфира – это вообще не та цена, которую он может достичь в будущем. Я думаю, что как минимум 30 тысяч долларов. Впереди эфириум ожидает самый его расцвет. На этом все. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Меня это мотивирует на создание новых видео, а также помогает каналу расти. А меня зовут Богатейщий Ди, подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»